Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на православном портале «Экзегет» мы с вами продолжаем наши беседы о крещении Руси, о тех стереотипах современного сознания, которые соединяются с представлениями об этом вопросе у многих наших современников, да и не только современников. Очень много каких-то совершенно ложных, ошибочных взглядов и каких-то предрассудков с этим связано, и поэтому сегодня мы хотели бы продолжить наш рассказ о том, как на самом деле неоднозначно и непросто выглядело крещение Руси в действительности. То, что это не было каким-то таким волюнтаристским актом со стороны князя Владимира, не просто каким-то вот его желанием, которое ему пришло. В то время, когда остальная часть населения его страны пребывала в язычестве, будучи совершенно не готовой к этому решению князя, и, соответственно, якобы крестилась огнем и мечом принудительно. Очень такое распространенное представление о том, что вот действительно вот до князя Владимира существовало на Руси некое такое распрекрасное из себя язычество, которое князь Владимир уничтожил, разрушил и насильственно сделал всех своих подданных православными христианами, как бы они не пытались от этого увильнуть, избежать, там как бы не пытались этому противодействовать. Но вот силы огня и меча были вынуждены смириться с волей князя. Вот это такая, конечно, совершенно дико и не отвечающая вообще исторической действительности картина зачастую почему-то существует в умах очень многих наших сограждан, соотечественников. И повторюсь, что действительность была намного сложнее, совершенно не столь однозначной и вообще выглядела абсолютно не так. Ну, действительно, начнем с того, вот мы обрисовали ту картину, которая сложилась на Руси в IX-X веках, когда нам пришлось уточнить, что под самим словом «Русь» нужно понимать не столько, например, славянство, как это очень часто мы сейчас привычно пытаемся идентифицировать, сколько, в общем, такой как бы интернациональный союз, которые входили на основе единого воинского занятия, принадлежности к такой, своего рода, формирующейся воинской аристократии, и скандинавы, и славяне, и многочисленные финно-угры, которые тогда во множестве населяли пределы нашего сегодняшнего отечества, и в том числе немалое количество, по всей вероятности, и тюрок, которые тоже к этому процессу примкнули, и вот они создали такое вот, ну, скорее, не этническое, а именно общественно-политическое такое движение, которое получило название «Русов». О том, как это произошло, каким именно образом это сложилось, мы уже имели возможность побеседовать на нашей предыдущей встрече, а сейчас отметим, что в действительности процесс крещения славянства как такового, в отличие от Руси, начался намного раньше и занял намного больше времени, и, по всей вероятности, первые случаи обращения славянства в христианство, они, безусловно, относятся ко временам намного более ранним. С одной стороны, славяне, безусловно, крестились в результате своих многочисленных контактов с Константинополем на военной службе, которого, согласно и византийским, и другим источникам, состояли, какая-то часть, безусловно, приняла крещение в западном обряде под властью государств, которые исповедовали римскую идеологию христианства. Но, вообще говоря, то, что касается именно территории нашей с вами родины, отчизны, то здесь тоже, ну, скажем, церковные историки, они выделяют несколько этапов крещения Руси. И вот первый из этих этапов, он совершается еще, по всей вероятности, в середине IX века. И связан он с именами Аскольда и Дира. На самом деле, это не первый случай, когда вот такие вот объединенные дружины русов принимают крещение. Нам известен намного еще более ранний случай VIII века, когда в житии святого Стефана Сурожского говорится о принятии крещения неким вот таким князем Бравлиным и его славянской и по середности славяно-скандинавской дружиной. Но здесь это происходит в IX веке под руководством князей, как их называют наши летописи, Аскольда и Дира. И совершается это во время одного из походов в Константинополь. Это крещение, по всей вероятности, было, ну, имело довольно большое значение, почему, собственно говоря, некоторые наши церковные историки и выделяют его в качестве одного из таких вот первых подготовительных этапов крещения Руси. Во-первых, все-таки это не какие-то там поместные захудалые предводители каких-то таких небольших сравнительно войск. То есть это очень такое серьезное предприятие. По крайней мере, первая известная нам вот такая экспедиция объединенных сил скандинавов, славяны, примкнувших к ним, желающих вольных охотников, на Константинополь. Надо сказать, что вообще говоря, вот западные собратья во всю эпоху викингов ни одного раза не отважились напасть на Константинополь и взять его в осаду. То есть это было предприятие, на которое у западных викингов ну, просто не хватало возможностей, сил, средств. И осуществить это смогли только их потомки в ходе уже так называемого четвертого крестового похода 1204 года, когда толпы уже крещеных крестоносцев вместо того, чтобы отправиться завоевывать Цветую Землю, берут в осаду, а затем и захватывают Константинополь. Между тем, их восточные собратья, те, кто осуществлял взаимодействие Скандинавии и славян под именем русов, они умудрились сделать это на несколько столетий раньше. По всей вероятности, это событие можно как-то вот так вот идентифицировать с известным и по византийским летописям походом 1860 года при Патриархе Фотии, когда Константинополь находился довольно долгое время в осаде, причем был осажден и с моря, и с суши, потому что только так можно было взять этот огромнейший действительно город. И если, в общем-то, даже кто-то бывал в современном Стамбуле и имел возможность познакомиться с вообще впечатляющими размерами и величием того, что осталось от Константинополя 15 века, может себе представить, какие огромные на самом деле по тем временам военные силы были нужны для того, чтобы подобный город взять в осаду. То есть требовалось перекрыть все дороги, ведущие по суше, а там огромная протяженность крепостных стен, а кроме того перекрыть бухту Золотого Рога, которая тоже, ну, фактически перекрыть Босфорский пролив, которая, надо сказать, тоже достаточно хорошо и не одно столетие успешно защищалась. Поэтому вот из известных нам источников можно заключить, что это мероприятие подобного вообще размаха было по плечу, по зубам, но только очень большому, хорошо организованному войску. И здесь мы в очередной раз встречаемся с вопросом о том, для чего нужны были, собственно говоря, славянам скандинавы, а скандинавам славяне в этом на самом деле достаточно таком вот не унижающем никого союзе. То есть, с одной стороны, нужны были морские навыки скандинавов и, вообще говоря, их вот такой вот дух и та идеология, которая ими двигала, которая, в общем-то, видела цель, как сейчас говорят, но не видела перед собой препятствий. С другой стороны, нужна была, конечно, многочисленность и военный опыт славянства, которые прекрасно успели изучить особенности нападения на Константинополь еще во время своих совместных действий с аварами имели уже достаточно серьезные навыки, в том числе в деле осады больших крепостей, больших городов достаточно, которые, опять-таки, получили и в результате службы в той же Византии, опять же, что немаловажно, неплохо представляли себе, что такое Византия и что такое Константинополь изнутри, в общем, хорошо знали своего врага. И здесь, в общем-то, вот действительно в этих походах выразились плоды вот такого, ну, на тот момент очень эффективного сотрудничества. между славянами и скандинавами под общим именем русов. И в то же время обнаружилась и вот первая брешья вот в той идеологии, первый такой серьезный прорыв, который удалось проделать вот в этом яростном языческом движении на завоевание всех несогласных, и ограбление всех несогласных, которое выразилось вот в этом походе. Согласно летописным сведениям, Аскольд и Дир были дружинниками, ну, соратниками князя Рюрика, вместе с ним пришли в Новгород, но затем ушли на юг, сумели подчинить там себе племенной союз полян. Ну, как подчинить? По всей вероятности, просто стали его такими военными предводителями. Мы уже высказывали версию о том, что на самом деле в призвании варягов вот этим известным нам по летописям выразилась борьба между разными идеологиями язычества с одной стороны, на которой существовало на России, и между уже тогда существовавшим там христианством. То есть, призвание варягов было необходимо для того, чтобы усилить позиции именно языческой партии войны. То есть, той части общества, условно говоря, древнее русского государства, тогда еще только складывавшегося, которая руководствовалась вот такой воинской, агрессивной идеологией, ценностью которой были воинские походы, захваты, и вот такая вот агрессивная форма язычества. По всей вероятности, именно подобного рода соратников, и соработников нашли себе аскольд эдиры в Киеве, и набрав их, совершили вот этот вот знаменитый поход на Константинополь. Византийские историки, когда говорят о подобного рода экспедициях, которые предпринимали их воинственные соседи с севера, говорят о том, что те двигались на небольших судах, которые византийцы называли моноксилы. Что это за моноксилы? В переводе это можно перевести как «однодеревка». Вряд ли это, конечно, была долбленная какая-то лодка, выдолбленная из одного ствола дерева, как можно было бы предположить, следуя буквальному переводу этого понятия моноксил. Но, по всей вероятности, это были какие-то сравнительно легкие суда, которые, может быть, одномачтовые, например, суда, которые, по всей вероятности, были достаточно легки для того, чтобы могли каким-то образом преодолевать те морские препятствия, которые создавались вокруг Константинополя для того, чтобы помешать к какому-то серьезному флоту заблокировать морские подступы к Константинополю. И вот на огромном количестве таких моноксилов воинское объединение, дружина под предварительством Оскольда и Дира начинает свой поход на Константинополь, берет его в осаду, серьезно угрожает городу. Константинополь вынужден обращаться к молитве, как всегда, приносится риза Пресвятой Богородицы из Влахернской церкви, погружаются волны моря, приносятся горячие молитвы об небесном заступлении, и оно приходит. В очередной раз легкие суденышки русов, моноксила, оказываются разогнаны в внезапно налетевшей буре, и вот крах этой операции, сопровождающей его какие-то такие чудесные знамени, заставляют Оскольда и Дира усомниться в помощи своих языческих богов, на которых они так уповали. Чудо — это то, что является, наверное, одним из самых сильных средств в области миссионерства и вообще привлечения заблужших языческих душ к познанию истинного бога. Чудо — это именно то, с чем сталкиваются Оскольд и Дир, и пораженные тем, что вот их такая, совершенно, как им казалось, неколебимая духовная сила, основанная на воинственной ярости их языческих богов, разбивается о крепость веры осажденного Константинополя. Оскольд и Дир вместе со своей дружиной принимают крещение и возвращаются в Киев уже христианами. Вот такая происходит серьезнейшая перемена. С этого момента, по всей вероятности, христианство начинает распространяться не только в Киеве, где оно, вероятнее всего, на тот момент и так уже существовало, но начинает проникать и в другие места, поскольку понятно, что крещеные, эти вот новокрещенные участники похода на Константинополь, они возвращаются в те места, откуда они были родом, откуда они были рекрутированы в этот поход. И таким образом христианство начинает распространяться все дальше и дальше, глубже и глубже в разные уголки того, что впоследствии назовут древнерусским государством. Вот такой крупный успех христианства в самом сердце языческой Руси, он, конечно, не остается без ответа. Ответ приходит в виде спутника и такого отчасти, может быть, соправителя. Есть сведения, что они были родственниками ближайшими князя Рюрика, основателя легендарного династии Рюриковичей, вещего Олега. Также князя, который, по всей вероятности, принимает бразды правления после смерти Рюрика или, по крайней мере, помогает ему в выполнении государственных обязанностей. И для Олега, который, судя по тому, что нам о нем известно, был ревностным язычником, для него, вот, конечно, вот такой удар в сердце всей идеологии эпохи викингов, всей идеологии того проекта, который осуществлялся в этот момент под названием Русь на огромной территории, было, конечно, достаточно серьезной угрозой вообще всему, да, тому делу, которому он посвятил себя. Поэтому князь Олег вместе с князем Игорем, вместе со своей дружиной, приходит в Киев в то время, когда там правят христианские правители Аскольд и Дир, сохранилось предание о том, что Аскольд был крещен с именем Николая, имя Дир, имя Дира в крещении до сих пор как-то так вызывает сомнения, но, по крайней мере, известно, что оба они, судя по их первоначальным именам, действительно были скандинавами, и известно, что оба они приняли крещение. И под видом купцов Олег со своими дружинниками входит в город и организует там, как сейчас бы сказали, политический военный переворот. Он смещает правление Аскольда и Дира, казнит их, а киевлянам представляет их нового князя Игоря. Если посмотреть внимательнее на всю эту ситуацию, в результате которой языческая власть новгородских князей расширилась и на уже становившейся постепенной и в значительной части, видимо, христианским Киев, то во-первых, совершенно очевидно, что подобного рода деяния, подобного рода операция не могла возникнуть спонтанно и на пустом месте. Не случайно князя Олега называют вещем под таким именем сохранился он нам в памяти потомков. Вещи означает знающий. Это может быть истолковано в нескольких таких значениях. Но с одной стороны, возможно, князь Олег обладал какими-то видами боевой магии, которые были нередкостью среди скандинавов и славян тех времен. Мы знаем, что в те времена существовали еще такие серьезные воинские навыки вплоть даже до ликантропии и до навыков оборотничества, владения всевозможными боевыми иллюзиями, дары как предвидения, которые давались им также благодаря языческой вере. И вот это понятие вещи говорит о том, что по всей вероятности князь Олег глубоко преуспел в исповедании своей языческой веры, идеологии, по всей вероятности был даже сподоблен какого-то вот такого сакрального, священного, магического языческого знания. Возможно, он получил это имя Вещево благодаря тому, что обладал каким-то особенным воинским чутьем, благодаря которому мог предугадывать какие-то события, в том числе со стороны, какие-то ходы со стороны угрожавших ему врагов. Возможно, просто на самом деле интеллектуальные способности этого человека заметно выделяли его среди прочих. Он обладал особенной может быть какой-то ясностью, проницательностью ума. В любом случае, человек с таким именем, как Олег Вещей, явно не мог отправиться в такую экспедицию по захвату на самом деле одного из центральных, крупнейших городов государства, как Киев, ну вот просто полагаясь на какой-то русский авось. Совершенно очевидно, что это дело было спланировано, скорее всего, не обошлось без серьезной продолжительной шпионской переписки. И отправляясь вот в эту военную экспедицию, князь Олег был уверен в том, что киевляне его примут. Какая часть киевлян его примет? Вероятнее всего, в своем военном перевороте князь Олег опирался именно на ту языческую партию, которая продолжала оставаться, сохранять свое влияние в Киеве, и которой очень не нравилось то, что и верховные князья, военные предводители, и значительная часть дружинников, участников того похода 1860-го года, что они каким-то образом, вместо того, чтобы разделять прежнюю единую идеологию воинствующего язычества, обратилась к христианству и, понятно, попыталась завести совершенно иные порядки и начала строить по всей вероятности всю государственность киевской земли на каких-то совершенно других, иных и, видимо, вредных для языческого бизнеса началах. Поэтому князь Олег был уверен в том, что в случае удачного переворота, который он совершит, киевляне не изгонят его с горстка его воинов, но примут его и князя, которого он представляет, в качестве законных правителей. И дело здесь не только в том, что Аскольд и Дир не являлись призванными князьями, изначально были только эмиссарами князя Рюрика, посланными им в Киев. Нет, на самом деле в те времена в общем-то положение Аскольда и Дира в качестве простых дружинников мало чем отличалось от положения того же Рюрика. Какая-то такая родовая аристократия на тот момент еще на самом деле не успела сложиться и здесь играла роль непринадлежность к какому-то выдающемуся роду. У нас нет никаких сведений о том, что Рюрик, например, сам принадлежал к какого-то рода аристократии. Нет, аристократия на тот момент это кто смел, тот и съел, что называется. Тот, кто лучше умеет орудовать мечом, кто более что важно удачлив в своих начинаниях, в своих походах, кто умеет править жесткой рукой, тот в общем-то как бы и аристократ, лучший в значении лучшего в своих каких-то воинских качествах и проявлениях. Поэтому с точки зрения власти Аскольд и Дир для киевлян, у которых до этого существовала своя собственная по всеверотности славянская княжеская династия, являлись в общем такими же находчиками, как и Рюрик. И в этом смысле Олег вряд ли опирается на то, что Аскольд и Дир являются просто боярами, а вот Игорь – это потомок новгородского князя Рюрика. Нет. Он представляет киевлянам юного князя, потому что Игорь исповедует язычество, потому что его поддерживает та языческая партия, которая, безусловно, содействовала успеху вот этого военного переворота, предпринятого князем Олегом. И вот здесь мы сталкиваемся с той ситуацией, характерной по всей вероятности для истории Руси. Славянство и Скандинавы, объединенные под этим единым названием, они находятся на самом деле в постоянном противодействии, религиозном, идеологическом противодействии и со своими собратьями, исповедующими, ну, скажем, намного более мягкую версию язычества, и с теми, кто уже успел принять христианство. То есть вот это противостояние, религиозно- идеологическое противостояние, оно с переменным успехом для той и другой стороны будет, по всей вероятности, присутствовать в продолжении всей остальной истории нашего народа и нашего государства, вплоть до вот такого уже знакового события и крещения Руси, осуществленного князем Владимиром. Итак, князь Олег переносит центр своего княжения из Новгорода, где, по всей вероятности, его позициям ничего не угрожало в Киев, занимает новую такую важную стратегическую точку на пути, формирующемся пути из Варяг в Греки, для того, чтобы держать его под контролем, становится намного ближе к южным границам этого пути и, соответственно, может контролировать намного более широкую такую территорию, по которой проходят торговые суда, купеческие суда, и вот осуществляется вот эта взаимовыгодная торговля Востока и Запада. Но это не мешает ему продолжить какие-то серьезные, успешные воинские операции. По всей вероятности и для того, чтобы подтвердить свой статус вождя, и для того, чтобы, в общем, ну и просто имея для этого возможности, князь Олег осуществляет несколько серьезных нападений на Византию, самым таким масштабным из которых является его поход на Константинополь, который датируется по-разному, в разном промежутке времени, примерно с 907-го, может быть, по 910-е годы. И ну, согласно нашей такой вот как бы памяти эпической, поход этот невероятно удачен, в результате него князь Олег даже прибивает свой щит на ворота Константинополя, значит ли это, что он Константинополь захватил? Нет, конечно, никаких известий о том, что войска князя Олега ворвались в Константинополь, прошли по его улицам, залили его кровью, разграбили его великие богатства, ничего подобного нам неизвестно, это, безусловно, было бы отражено и в византийских хрониках, и в хрониках других западных и восточных государств, но в действительности этого не было, да в этом и не было никакой нужды. На самом деле вот стратегия походов русов на Константинополь, она состояла не в том, чтобы захватить, собственно говоря, этот великий город, достаточно было просто взять его в осаду и тем, в общем-то, нарушить те торговые пути, и те торговые процессы, которые совершались в Константинополе и были основой его экономического благосостояния. Сам факт осады, безусловно, уже нарушал привычное и, надо сказать, весьма выгодное для жителей Константинополя сопредельных государств вот такое мирное течение торговой жизни в этом городе. Константинополь это важнейший торговый центр всего мира. И в этом отношении, неся ежедневные убытки от того, что торговля страдает из-за присутствия под стенами и в море, в морских окрестностях Константинополя агрессивных русов, на самом деле властям Константинополя легче было откупиться от этих варваров какой-то очередной смехотворной на самом деле для Византии суммой, которая помогала им сберечь их будущий торговый потенциал, чем, в общем-то, как бы действительно всерьез связываться с этими бесконечными нападениями с разных сторон, которыми Константинополь подвергался. Эту тактику применял еще знаменитый Гуна Тила, который внезапно появляясь в пределах империи, брал в осаду какие-то города, довольствовался с тем, что получал с них выкуп, снимал осаду и уходил. Это такая распространенная вообще тактика практически всех варваров, которые когда-то угрожали западной и восточной части империи. И в общем-то в этом отношении поход князя Олега по всей вероятности не был чем-то исключительным. Я думаю, что сам князь Олег даже и не желал бы такого разорения Константинополя. Для него было чрезвычайно важно как раз-таки Константинополь сохранить как узловой такой в общем-то отправную точку начала тех торговых операций, которые он контролировал ну в середине вот этого пути из варягов греки. Для него вот этот постоянный приток с севера золота, серебра и каких-то таких вот жизненных благ и товаров, которые транзитом проходили через его государство и его княжество приносили ему огромный доход значило намного больше, чем ну вот какое-то такое разовое разорение Константинополя, которое пусть и сулило огромную добычу, но на самом деле делало ее совершенно бессмысленной, обесценивало ее, потому что нарушало все эти торговые пути и торговые соотношения, как сейчас бы сказали, котировки, которые просто вообще придавали ценность тем товарам, которые князь Олег получал в своем ежедневном и намного более выгодном правлении в Киеве и в Новгороде. Поэтому князю Олегу необходимо было получить определенные права и он заключает чрезвычайно выгодный с точки зрения торговли и вообще статуса русов на политической арене договор с Византией. Этот договор предоставляет самые широкие полномочия приходящим из Руси купцам. Мы говорили о том, что викинги это в первую очередь хорошо вооруженные бизнесмены. И в этом отношении князь Олег остается вполне верным этому принципу. Привилегии купцов доходят до того, что им позволено посещать общественные византийские бани, святая святых просто всей Римской империи. Места, где в действительности совершали все серьезные торговые сделки, операции. Места, в которых на самом деле аристократия и торговая и любая другая Византия проводила большую часть своего времени, особенно в какие-то такие времена непогоды, в которых чувствовала себя наиболее комфортно. То есть допуск торговцев, приходящих из Руси в бане, было фактически таким билетом в высший византийский свет и ставило их уже на положение не варваров, но на самом серьезном уровне принимаемых гостей. Однако этот договор имел вот такую обратную силу. И вот парадокс вот этой ситуации с князем Олегом состоит в том, что укрепляя свои языческие позиции, князь Олег неожиданно, может быть, для самого себя сделал то, что всерьез укрепило положение и позиции христианства в его собственном Киеве и в его собственной земле. Дело в том, что согласно договору подобными же привилегиями должны были пользоваться на Руси и византийские торговцы. То есть договор, мирный договор с Византией предполагал уважительное отношение к купцам, в том числе к их религиозным потребностям с обеих сторон. И поэтому князь Олег заключая этот договор на самом деле открывает двери Киева христианским купцам и в конечном счете открывает двери Киева христианству. Потому что через эти торговые миссии, которые приходят на Русь, проникновение туда христианства также осуществляется на самом деле с очень такими значительными темпами и в достаточно серьезных масштабах. И вот это привело к предпосылкам второго этапа Крещения Руси, о котором говорят наши церковные историки, которые они выделяют, связаны уже с княжением великой равнопостной княгини Ольги, ее мужа Игоря, о чем мы побеседуем в следующий раз. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Игорь Негода, Продолжение следует...